Здравствуйте! Я Романюк Светлана Дмитриевна, я учитель русского языка и литературы школы номер 6. Сегодня я хочу рассказать о выдающемся русском миссионере Николае Японском. Благодаря 50-летнему труду на японской земле десятки тысяч японцев были обращены в православие. Свидетель Николай в миру Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 года в селе Береза в Смоленской глубине в семье дьякона. После окончания с отличием духовной семинарии, пешком пройдя 150 верст, он поступил в духовную семинарию и дальше он учился в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1860 году он уже учился на четвертом курсе, когда узнал о вакансии в русском консульском храме в городе Хакададе. Юноша изъявил желание отправиться в Японию, содействовать распространению православия в стране восходящего солнца. Путь из Петербурга в Японию лежал через всю Россию и был очень долгим. 2 июля 1861 года 24-летний иеромонах Николай вступил на японскую землю. Япония встретила первого православного на своей земле враждебно. Не зная языка и обычаев страны, Николай чувствовал себя как на чужой планете. Первым делом он стал серьезно изучать японский язык, который показался ему труднейшим на свете. Православная церковь в Японии родилась 18 мая 1868 года, когда отец Николай в домике настоятеля храма Хакададе тайно крестил трех первых японцев. Вскоре уже 20 японцев готовы были принять святое крещение. Как же все-таки удалось этому человеку добиться успехов и стать у истоков целой православной церкви? Было много неудач, было много затруднений, но главное, что вдохновляло Николая Японского, как и других православных миссионеров, это осознание того, что они свидетельствуют миру об истине, выраженной в православии. С нами Бог. В этих словах истинное вдохновение. Кроме миссионерского служения, одно из первых мест в деятельности Николая Японского занимал вопрос воспитания подрастающего поколения православных японцев. Для того, чтобы японцы изучали русский язык и читали научные книги, им был составлен русско-японский лексикон для нужд учащихся. Николай Японский основал первое женское училище, духовное семинарию и катехизаторское училище для подготовки проповедников православия из местных жителей. В педагогических воззрениях Николая первое место занимал вопрос личности учителя. В письме будущему ректору Токийской духовной семинарии Владыка писал, «Вы должны быть хозяином семинария, отцом учеников, другом, любимцем и любящим их, отдавшим душу им». Сам Николай Японский был учителем, идейно преданным своему делу, способным не только обучать, но и духовно воспитывать. Важной чертой педагога, по мнению равноапостольного Николая, является самоотверженность, вполне сопоставимая с монашеским кодвигом самоотречения, научив святой, как справляться с трудностями педагогического призвания. «А трудностей немалые», – писал он, – «трудно будет не ослабить, не охладить, не устать. Утомление действительно, но против него самое действенное – сознание долга». Многие ученики святого Николая стали известными людьми. Кто-то стал мэром, кто-то стал губернатором, а кто-то – министром просвещения. Таким образом, любовь к делу, самоотречение и служение Богу и обществу, ответственность за души детей, внимательность и теплое участие в их жизни – вот главные качества Николая Японского, как педагога. 50 лет служил Владылька Николай на японском лет. Незадолго до кончины он говорил, – роль наша не выше сахи. Вот крестьянин пахал, саха износилась, износился и я, и меня бросят, новая саха начнет пахать. Так смотрите же, пошите, пусть Божье дело растет, а все-таки приятно, что именно тобой Бог пахал. Несколько десятков тысяч пленных было в Японии в ходе русско-японской войны. Обо всех них он заботился, помогал материально, поддерживал духовно. 16 февраля окончились его земные труды. Это 1912 год. 12 ударов колокола возвестили о его кончине. Сам император Японии прислал на гроб Владыке громадный венок из свежих цветов и лично дал разрешение на сохранение его останков в пределах города, впервые оказав такую почесть иностранному миссионеру. Всю свою жизнь святитель трудился, чтобы помочь японцам встретиться с Христом. А когда он отошел к Господу, оставил потомкам один собор, восемь храмов, 276 приходов, 34 священника, восемь дьяконов, 115 проповедников, общее число православных верующих японцев превысило 34 тысячи человек. А из личных вещей осталось только несколько предметов изношенной одежды. Русская Православная Церковь 10 апреля 1970 года приняла решение о прославлении святителя в лике святых с именованием равноапостольной. В Японии святитель Николай до сегодняшнего времени почитается как великий праведник и особый молитвенный представитель перед Господом. Важное событие, объединяющее нашу страну и Японию, произошло 14 сентября 2015 года. В этот день в Арсеньевскую епархию приехала японская делегация. Высокие гости оставили в дар Арсеньевской епархии частицу мощей святого Николая Японского. Архиепископ Восточнояпонский Серафим и епископ Гуйни вместе вложили частицу мощей святого в икону святителя. Эта икона была написана московским иконописцем Александрой Штатновой специально для Арсеньевской епархии по просьбе архиерея. Святой Николай стоит на японских островах, цветет сакова, из-за гористой местности выглядывает здание, похожее на императорский дворец. В нижнем правом углу иконы святой Николай плывет на корабле просвещать иноземную страну, а на горизонте виднеется кусочек русской земли, приморского края с поклонными крестами и храмами. Если задаться вопросом, что хотел передать равноапостольный Николай православным японцам, я думаю, что он хотел их научить истинной любви, которая связывает людей с Богом и связывает их между собой. Если ответить на такой вопрос, почему я выбрала данного святого, то для меня как учителя он является идеалом того, как надо учить и в первую очередь воспитывать детей. И когда я на себя перекладываю, то, допустим, конечно, сложна работа учителя, но мне помогают такие слова, что главное — это осознание долга. А тот совет, который давал святитель руководителю, ректору Токийской духовной семинарии, он учил, что нужно быть отцом для своих учеников, а в нашей школе учатся дети не только домашние, но и детского дома, и приюта. То есть тут я перекладываю эти строки на себя, что нужно быть матерью для своих учеников. Поэтому такое нужно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ